В эти минуты президент Украины проводит встречу со своей фракцией. Проходит она в резиденции госуправления делами Залеси. О чем глава государства решил побеседовать с нардепами, мы узнаем у Александра Васильченко. Он на прямой связи со студией. Саш, здравствуй, расскажи, известны ли тебе главные темы разговора? Добрый вечер, Екатерина. Изначально была информация, что встреча пройдет традиционно в помещении парламента. Но буквально недавно стало известно, что ее перенесли в Залеси. Из-за чего собираются в Раде, начался активный политический сезон. На кону пять жизненно важных реформ, за которые должна проголосовать Рада. Принять их в здание под куполом хотели еще до начала каникул. Но в коалиции не набралось нужное количество голосов. Готовы ли депутаты сейчас принимать решения? По факту большинства в парламенте нет. Оставляют желать лучшего и дисциплина в БПП. Вероятно, поэтому президент и собрал нардепов на внеплановое заседание. Такая информация на эту минуту, как только нам станут известны новые подробности, обязательно вам будем сообщать. Катя. Саш, спасибо. Александр Васильченко рассказал о деталях встречи президента с фракцией блока Петра Порошенко. На встречу с нардепами Петр Порошенко отправился после визита в Верховную Раду. Сегодня он выступил с ежегодным посланием к народным депутатам. Речь длилась без малого два часа. Какими были главные месседжи президента и как их истрактовали избранники в моем материале? Ежегодное послание президента – топ события сегодняшнего пленарного дня. До начала заседания в зал сходятся и министры, и депутаты, а в 10 появляется президент. И сразу же выходит к трибуне, анонсирует, под каким лозунгом теперь будет жить страна. Без завершения реформ мы имеем риск втратить державность, и нас просто не станет. Но это пессимистический сценарий. Я не верю в него и не допущу его. Наш сценарий с вами оптимистичный. И назвать в этом сценарии – успешная края успешных украинцев. После получения без визы следующая глобальная цель – членство в ЕС. И новые шаги следует планировать уже сейчас. Это и асоциация с Шенгенской зоной, объединение к Митному союзу ЕС, объединение к Енергетическому союзу ЕС, вступ в действие в спильном авиационном пространстве и единого цифрового рынка. Реализация этих инициатив фактически перетворит сходные кордоны Украины на уже сходные кордоны Европейского союза, еще до того, как мы де юре приединаемся к Евросоюзу. Внаследование такой стратегии мы максимально маем наблизиться до критериев членства в Евросоюзе. Тот же президент предостерегает нардепов и призывает не принимать законов, которые навредят без визу, будь то не публичное ей декларирование или ограничение полномочий антикоррупционных органов. А кроме членства в ЕС, Украина стремится в НАТО, говорит Порошенко, и обещает референдум. От глобальных целей к делам насущным реформу уже на повестке дня. И медицинская, и пенсионная, и земельная обо всех президент вспоминает и обещает на депутатов не давить. Я не собираюсь вытискивать с Верховной Рады земельную реформу. Не буду этого делать. Но прошу ухвалить, хотя бы умно, в уме, хотя бы в сердце, политические решения на ее пользу. Много говорит о борьбе с коррупцией. Из трибуны обещают, что все будут равны перед законом. Никто, никому, никогда не может гарантовать политический дах или прекратить. Так, відчуваю питание в повітре. Це повною мірою, я в цьому наголошую, стосується і так званих друзів президента. Ні в кого, зі своєї команди, в разі об'єктованних претензій з боку правоохоронців, адвокатам працювати не збираюся. А еще глава государства вспоминає об избирательному процесі, говорить не согласиться, чтобы президента избирал парламент і уверяє, досрочних выборов не буде. А Конституцію все ж призывает змінити в части депутатської неприкосновенності. Но уточняє, пусть не зараз, так в будущем. Давайте ухвалимо це рішення з введення його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової, Верховної Ради. Можливо, це буде эффективніше. Неоднократно в своїй речі президент говорить о событиях на востокі України. Мол, є доказателства, що Россія готовиться к наступлению, опасаюсяся впоследствію воєнних ученьів «Запад-2017», які 14 сентября стартують в Білорусі. Ну а зараз головна задача – введення миротворців на Донбасс. Практично два часа виступав президент, а з його уходом зал зашевелився. Нардепи ринулись в кулуари со своїми трактовками. І кожен гаразд критикувати. У мене взагалі, загалом, склалося враження, що це виступав лідер опозиції, а не президент країни. Лідер опозиції, який трошки критикував уряд, трошки говорив про досягнення уряду, але здебільше розказував про свою роль в цьому процесі. Багато досягнень, які ми бачимо, і зрушень в Україні, вони були дійсно зроблені в тому числі, в основному на законодавчому рівні. Але президент вирішує, що треба цю ковдру перетягнути на себе. Коаліція в посланні президента услышала іное, і карту реформ, і задачи на ближайшее будущее. План дій був чітко описаний, і президент зробив по групам доповідь щодо і минулого, і щодо майбутнього України. Я вважаю, що дуже важливий, як на мене, момент, це проведення земельної реформи. Ну і всі фракції після виступлення більше всього обговорювали ініціативу референдуму о вступлении в НАТО, і наскільки це перовочередна задача. Всі соціологічні дослідження, які проводилися за останній рік, показують зміну прихильності громадян України. Коли Україна переведе всі стандарти української армії на стандарти НАТО, всю логістику, весь військово-промисловий комплекс підтягне економіку, а це обов'язкова умова. Коли виникнуть достатні умови для вступу України в НАТО, президент сказав, що я забезпечу референдум, ми в односторонньому порядку беремо на себе ці зобов'язання і приводимо Україну до цих стандартів. У нас стан економіки, корупції такий, що у нас не те, що кудись там в НАТО обв'язки, у нас проблеми внутрі країни, і потрібно їх вирішувати. І ми очікували, що президент скаже, яким чином, що це буде вирішено. Але ми цього не почули. Ми не почули плана руху країни вперед. Ми почули військову риторику. Ще раз кажу, ми почули, декілька разів повертались до військових подій, але ми не почули, яким чином буде розвиватися країна. Після куларних обсуждений депутати все ж вернулись к законотворчеству. В повестке дня так называемая судебна реформа. Це изменення сразу нескольких процесуальних кодексів. І ко второму чтению нардепи заготовили 4700 поправок. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Сергій Коваль, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер.